она видела конец таблицы excel ее голос настолько убедительно звучит что слушатели выполняют ее задание буквально закрытыми глазами это я об и не романовой наш преподаватель курсов microsoft офис кстати они выпускники говорят с придыханием почему а давайте познакомимся с ней поближе и узнаем все сами инна витальевна здравствуйте здравствуйте хотим немного с вами пообщаться пока у вас перерыв замечательно что нам удалось поймать вас перерыве и у нас есть время задать вам несколько неформальных вопросов которые помогут нашим слушателям узнать вас поближе вы преподаете microsoft офис преподаете photoshop даже монтаж почему такое сильное разветвление но жизнь так сложилась наверное все началось с того что передо мной находились реальные задачи которые приходилось решать это сделать например билет макет билета срочно или изготовить диаграмму цифровую такие задачи передо мной ставили мои непосредственные руководители первым из которых была моя мама самый строгий пожалуй из моих начальников все началось с того что было по чуть-чуть но в конце концов я приобрела необходимую квалификацию и довольно неплохо стала владеть всеми этими приложениями не могу сказать что какая-то программа мне нравится больше или меньше это же всего лишь программы то есть я никогда не стою с утра и думаю а почему мне не позаниматься фотошопом нет я с удовольствием займусь чем-нибудь другим мы все программы рассматриваем как средство как средство достижения своих целей если уж так получилось что вам надо делать презентацию это моя основная специализация в центре то вам придется владеть всем excel им вордом powerpoint там фотошопом может быть даже немножко видео монтажом и все это для одной презентации если человек записывается на курс powerpoint а и приходит я научусь делать презентации то он конечно прав powerpoint уровень 1 рассматривает основные средства по работе с программой все верно анимация импорт табличек из excel все это будет ага слово excel да прозвучало то есть прежде чем что-то импортировать откуда-то надо хотя бы открыть эту программу увидеть в ней таблицу уметь ее выделить скопировать и таким образом импортировать powerpoint средства для обработки фотографий в powerpoint и также имеются но если требуется например чуть-чуть поработать ретушью лица так но уже программа на это не способна требуется хотя бы простенькое приложение по работе с растром знать для этого добро пожаловать в программу photoshop все связано а если бы excel был человеком как бы вы его описали о можно я воспользуюсь моментом я обращусь к своим слушателям напрямую да не надо никогда объединять ячейки в excel да есть функция которую надо запретить на законодательном уровне эта команда объединить и поместить в центре которую нажимать не надо вернемся к вашему вопросу главная боль программы excel заключается в том что к нему применяют требования которые не нужны по сути это это требования красоты это косметические требования в том числе и вышеупомянутая функция объединить и поместить в центре она просто не нужна как не нужно что-то делать жирным прекрасным красивым курсивом подчеркиванием с тенью и и прочее прочее дело в том что в excel все давным-давно придумано и это автоматизация мне искренне восхищает и на я сейчас вас слушаю и получается что вы рассказываете прямо обо мне это я все делаю это выделяю жирным шрифтом украшаю все объединяю ячейки получается что этого делать совершенно не нужно и все можно сделать одной кнопкой совершенно верно я могу даже маленький лайфхак подсказать control t сделайте control t и не глядя зажмурив глазки вот так нажмите на клавишу enter и вы получите сразу все красиво а где нужно находиться в этот момент ну то есть на самой страничке или куда курсор уводить не достаточно просто находиться в ней просто сидеть в любой ячейке вот просто сидеть и и все больше ничего не делать цели есть свои правила если бы рассматривали excel как человека то это не это несомненно зануда у которого должно быть все по полочкам то есть в рамках одной ячейки нельзя одновременно писать и букву и цифру ну вы-то знаете уже что нельзя писать 20 рублей в одной ячейке надо в 20 и все и тишина все остальное сделает формат ячейки excel зануда его основе разделяй в ласту все должно быть по отдельным клеточкам по отдельным столбиком все размазано расписано и не смешивать все в одну кучу не думать о красоте думать о скелете поскольку я немножко еще и дизайнер я иногда смотрю по улицам иду думаю боже какой красивый скелет у девушки как божественно соединяется позвоночник с линии черепа это замечательно то есть научиться видеть кости в дизайне это конечно профессиональный перекос но в excel мы тоже думаем об этом мы должны прежде всего создавать структуру данных а уже потом в по самую последнюю очередь думать о красоте и думать об этом довольно небрежно а поверхностной красоте я имею ввиду о том чтобы было все жирно то и прекрасно а какой он ваш слушатель хотелось бы услышать от вас описание скорее портрет это снова вопрос который я могу долго на него отвечать потому как когда захожу в аудиторию открываю дверь передо мной люди появление которых передо мной лично для меня это загадка почему вы здесь находитесь независимо от мотивации от того почему они здесь находятся это в конце концов их личное дело хочу заявить об огромном уважении к этим людям потому как у нас же обучение платное это кстати не знаю кто из великих сказал но за знания за которые ты заплатил они усваиваются лучше чем бесплатные знания они приходят сюда для того чтобы получить что-то новое или решить конкретную задачу или просто хорошо провести отпуск я стараюсь разговаривать со своими слушателями предлагаю обсудить именно их мотивацию куда они пойдут дальше слушатели которые ко мне приходят самых разных возрастов часто бывают смешанные группы то есть вот десятилетний мальчик у меня был на фотошопе взрослой группе хотя есть отдельно фотошоп для детей в нашем центре разных профессий разный состав в плане мужчины и женщины все приходят и все по разным причинам тот же фотошоп если мы с вами рассматриваем это программа является средним графическим образованием и и не обязательно изучать в рамках всего пакета adobe например нет просто кто-то пойдет на веб-дизайн но на фотошоп сходить перед этим обязательно или кто-то пойдет на 3d программы но фотошоп обязательно нужно пройти поскольку именно в этом про в этой программе будет происходить например создание текстур или создание элементов сайта именно поэтому фотошоп и собирает таких разных людей а кто-то вообще никуда не пойдет кто-то просто хочет отредактировать фотку на сайт ну а вообще по специальностям если вот так пройтись с каким звеном и с какими людьми вы общаетесь бухгалтер флэшбэк такой 10 лет тому назад сидел и делал свою бухгалтерскую работу да не знаю в чем она заключается но делал экономист финансист давайте сразу нескольких возьмем людей архитектор вы кто по профессии простите по профессии до журналистов журналист в общем все эти люди 10 лет тому назад что-то делают какую-то свою важную работу затем по баба баба поступает директива надо делать презентацию то есть поступил приказ в обязательном порядке человек так подумал запустил приложение такое с красненьким значком каким-то непонятным рядом с родным вордом секселем рядом находится что-то красненькое и непонятное вот нажал на команду создать слайд где-то попечатал и выяснил что что-то получается а что-то не получается 99 процентов моих слушателей разумеется это вольная статистика уже открывали программу powerpoint и уже что-то в ней пытались сделать именно поэтому когда ко мне приходят слушатели я говорю задавайте мне любые вопросы я здесь для этого нахожусь и даже занятия скорее выстраиваю по проблемам чем по функциям приложения вот а здесь у вас возникает такая проблема здесь возникает такая проблема в общем я снова юлю до чувствуете что я не могу вам дать конкретный портрет человека тот же powerpoint он нужен всем 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 каждому и я знаю что большая часть слушателей где она допускает ту или иную ошибку поскольку я сама сама учка я просто сдала экзамены чтобы меня допустили преподавать но сама осваивала программу и ход мышления этого прекрасно сохранила ну что и использую своем обучении то есть получается вы на собственном опыте своей практикой нашли свои методы обучения да и форматы то есть теория книжки это одно да а на практике по факту мы имеем совершенно другое что об этом говорят слушатели не отмечают это отмечают отмечают наверное у каждого преподавателя есть своя манера которая может или очень понравится ну или совсем не понравится случай были вопрос напрашивается как же выбрать своего преподавателя выбор своего преподавателя важен очень не хочется чтобы не не та манера вас оттолкнула от обучения я не говорю оттолкнула от центра специалист нет целом я поднимаю вопросы это моя миссия говорить об этом чтобы вы учились это дело хорошее надо учиться 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 всю жизнь и познавать что-то новое от этого даже молодеешь в конце концов я сама гуманитарий и я преподаю для гуманитариев это важно потому как аналогии которые я провожу с формулой ассоциации да и вообще манера преподачи матери припадая материала в духе пожалуй стендап шоу на они в духе прям классического серьезного преподавания в институте она нравится многим но одному из десяти человек в группе она может быть ну ну просто не нравится и я уважаю я уважаю ваш выбор я снова хотела бы обратиться к своим слушателям всегда ориентироваться на сайт специалиста который самую последнюю информацию всю самую свежую информацию по акциям по скидкам и по программе каждого курса отображает на своих страницах это сайт специалист . ру часто ко мне приходят слушатели которые даже не в курсе что у нас есть сайт и такая замечательная рубрика как специалист тв например так вот на нашем сайте в разделе преподаватели если не ошибаюсь помогите мне пожалуйста вспомнить раздел о центре и далее преподаватели и далее преподаватели а также есть у нас такие разделы как направление всегда вот вы видите какого-то там человечка который ведет курс по этому человеку вы можете получить информацию то есть если щелкаете по нему смотрите во первых фотографии поизучайте и и внимательно а также отзывы характеристика которая дается статьи которые человек писал видео которые он снимал и все это вам может дать дополнительную информацию и на вы достаточно яркий преподаватель у вас много отзывов но хотелось бы услышать именно от вас как вы считаете какой вы подавать когда меня принимали в центр специалист я без истории не могу вот вам первая моя характеристика было что-то вроде списка приоритетов пункте было следующее желаете ли вы преподавать с какой-то такой формулировкой преподаватели ли вы в душе нравится ли вам обучать что-то вроде этого и и где-то на третьем месте было знание о предмете что было там внизу в середине я не помню но мне мне понравилось что знание о предмете а именно ну то есть какой-то крутой специалист было не на первом месте на первом месте было желание донести информацию мне это понравилось я поняла что и это мое место я здесь буду работать долгое ну и уже слава богу девятый год я работаю считаю что себя потомственным преподавателем конечно мое образование менеджмент организации никак не соответствует ни тем предметам которые я веду не тем что я вообще веду эти предметы это был юношеский максимализм это был бунт против системы а система была такая бабушка дедушка все потомственные в общем преподаватели и я должна была им стать но я решила и вообразила себя великим управленцем не скажу что диплом не ничего не дал более того я все эти знания и в том числе последующее преподавание экономических дисциплин использую своей работе ну просто делаю тот же excel немножко интереснее но все-таки я преподаватель да я зануда я люблю говорить я люблю когда меня слушают и долго без этой работы немножко дичаю гуманитарий гуманитарий поэтому очень много ассоциаций и я пытаюсь понять своих слушателей для того чтобы что-то объяснить надо обязательно упасть и на ту же самую волну пока ты не будешь разговаривать теми же самыми словами те мысли теми же самыми категориями ты не станешь человеку ближе а он не станет близок к тебе именно поэтому тут есть еще и конечно психологическая составляющая хотя не люблю об этом говорить но какой-то какой-то настрой он всегда всегда присутствует и какой-то даже энергетический обмен и на что вы чувствуете когда входите в аудиторию всегда всегда испытываешь небольшой мандраж перед новой группой и но это приятный мандраж тебе приятно то что должно произойти что происходит преподаватель также как и психолог должен быть лидером ты должен заслужить это экспертное уважение да то есть ты доминируешь над группой несомненно но у тебя нет фактической власти формальной над теми людьми которые находятся здесь это не институт где тебя могут отчислить это люди которые заплатили за свое обучение и они хотят получить знание им и ты должен и ты должен им дать эти знания как вы определяете добились этого результата или нет ну множество невербальной реакции я вижу это может быть и покачивание головой это может быть и вербальная реакция в виде согласия слушатели которые получают подтверждение тому что они они уже видели своей жизни а именно когда описывается проблема проблема же взята мною из реальных каких-то до ситуаций а вот и в аудитории находятся люди с которыми это уже случалось я прошу у них поддержки прошу подтвердить или опровергнуть мои слова я этого не боюсь и так и спрашиваю а вот если вы удаляли макетное поле в powerpoint может быть кто это так делал и все вот я так делал я так делал вот вы вот щелкнули по границе макетного поля нажали на клавишу длить а потом открываете вашу презентацию на другом компьютере и видите что макетное поле вернулись вернулась обратно с того света как зомби вот у кого такое бывало у меня у меня такое бывало а почему это бывало давайте рассмотрим вот далее 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 по завершению группы что вы чувствуете что до этого силы вновь и вновь возвращаться в аудиторию работу надо любить без этого никак вы же согласны со мной согласны да и я просто люблю свою работу я без нее дичаю мне не с кем говорить это та модель которая мне нравится я говорю я эксперт меня слушают вау супер а сейчас мне хотелось бы побыть разрушителем мифов на страницах интернета я очень много прочитала вас отзывов и первый отзыв меня просто поразил что там было написано вы можете обучить экселю даже обезьяну интересно мою кошку вы тоже можете обучить экселях коварный вопрос конечно на ум приходят слова не мои и мои но я не помню чьи что учитель должен обращаться не к памяти учащихся а к их разуму и это моя модель если я не могу достучаться до человека я считаю что это зря потраченное занятие потому что объяснить объяснить не запомнить на это суть обучения взрослых что процессы которые лежат в основе получения результата они должны быть прозрачные для человека и и поэтому мы изучаем принцип работы каждого инструмента мы в том же самом фотошопе или выстраиваем алгоритм действий при копировании данных из экселя в powerpoint с каждым шагом то есть что происходит что произошло сейчас что произошло потом что произошло на втором на третьем шаге это не зубрежка и если это была бы зубрежка то пожалуй я бы смогла научить кошку собаку да тут тут мы стучимся стучимся в голову второй вопрос который меня тоже очень сильно удивила люди пишут что после курсов можно устраиваться прямо в администрацию президента куда устраиваться ваши слушатели чтобы они знаете после обучения насчет администрации президента это был по моему разовый случай хотя это тот случай о котором я помню все может быть я не хочу преувеличивать свою значимость или значимость нашего центра но просто скажу что больше всего я вижу людей которые хотят изменить свою жизнь и они пришли сюда это часть плана по дороге к изменению своей жизни это чистолюбие чистолюбие это мой любимый грех я вижу его и всячески поощряю это это здорово здорово стремится туда по лесенке вверх повысить свою заработную плату сменить свою сферу работы то есть начать заниматься чем-то другим что не только принесет тебе в итоге деньги но и удовлетворение которое так важно ведь на работе мы мы проводим большую часть своей жизни это важно и когда я вижу этот огонь в глазах меня это также стимулирует я предлагаю слушателям другие курсы не не в рамках рекламы не то то что может помочь и достижение их цели то есть фактически занимаюсь как это правильно называется коучингом коучингом коучер оказывается я советую воодушевляю они меня вдохновляют я их вдохновляю это может быть какие-то маленькие советы начинают бесплатных уроков в интернете заканчивая заканчивая целым путем который я помогаю им выстраивать и на на этой прекрасной ноте хотелось бы услышать от вас пожелания в адрес наших слушателей чтобы вы могли им посоветовать порекомендовать или дать какое-то наставление каждому из вас наверняка надо учиться обучаться английскому языку обучаться каким-то программам и это делать часто откладывается на потом зачастую причина выдумывается то есть я начну это со следующего месяца я начну это со следующего года ну примерно как я собираюсь держать диету или идти на фитнес не надо этого делать не надо вот надо собраться найти самого вот этого самого преподавателя найти именно ту самую программу которая поможет вам достигать все вот более новых и новых вершин и и присоединяйтесь к нам тем более у нас есть очень удобные формы обучения такие как вебинар мне например очень понравилось рекомендую для очень самых 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 занятых людей которые даже не могут присоединиться к занятию это будет отличный выбор спасибо